МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В отличие от УМЗ, лидер турнира на таблице ПСК на встречу 12-го тура вышел практически в боевом составе. Марат Сафин вернулся в строй после травмы, а его тезка Марат Салхудинов после дисквалификации. После долгого лечения и полугодового восстановления вновь на площадке Максим Соболев. Отгуляв в отпуске, пополнил атакующие ряды команды один из лучших бомбардиров сезона – Ромал Набиев. Гонка продолжается, нам вообще не вариант терять очки. У них тоже там идет борьба за тройку. Несмотря на статус центрального, матч УМЗ и ПСК не вызвал зрительского ажиотажа. Половина болельщиков – заинтересованные персоны. Например, игроки, идущие на втором месте в турнире на таблице Платона. Большинство, конечно, считают фаворитом ПСК, но в прогнозах осторожничают. Не знаю, в общем, будет борьба, наверное, ожесточайшая. Победит дружно. Все, что натренировали, то и наиграем. Ну, больше не сказать по настроям, вам нечего. Я все же сказал, не играть с лидерами в турнире, поэтому, ну, лишние слова. Все, давайте, сбор. Начало поединка для УМЗ сложилось хуже некуда. Едва ли не в первой атаке Андрей Кузнецов получил мяч от Ромала Набиева и без сопротивления со стороны Заводчан точно пробил в дальний угол. Но главные беды УМЗ только начались. 13-я минута стала роковой для одного из лидеров команды Андрея Гаранина. В центре поля он пошел в грубый подкат против Набиева и получил удаление. Едва УМЗ выставил в меньшинстве, вторая желтая карточка и еще одно удаление достались Михаилу Пулзарову. Я хвалил, блядь! Как за что нарушение? За что перспективный атака? Какой перспективный атака? Какой перспективный атака? Все, давай. Нарушение ты дал штрафной, все. За что? Какой перспективный атака? Он мяч пронизывает, он его даже не доставит. Перспективный атака? Впрочем, ПСК такими щедротами от судейской бригады не воспользовался и в перерыве получил серьезный нагоняй от своего главного тренера Дмитрия Николаева. Ребят, если мы не прибавим, если мы будем играть в этот аморфный футбол, нас накажут. Не смотрите, что их там, 6 осталось, 3 останьте. У них моментов больше было в меньшинстве, чем у нас в большинстве. Я думаю, ребята все сами это прекрасно понимают. Он, скажем так, хотел нас мотивировать, чтобы мы немножко добавили темп. Потому что соперник играет небольшим числом игроков, то есть у них скамейка короткая, еще и плюс 2 удаления. У нас, скажем так, количество народу позволяло, и нам надо было извинчивать темп, чтобы довести игру до победы. Вторая половина встречи обошлась без удалений. Куда больше команды стремились к голевым атакам. Искушеннее в этом оказался ПСК. Аккуратный экваторе тайма капитан команды Андрей Чертов проник во вратарскую, где был проворник голкипера ОМЗ Вадима Новичкова, пяткой протолкнув мяч в ворота. Опять, правда, были споры с арбитрами, но гол остался в силе. После чего ОМЗ пошел ва-банк, заменив голкипера на пятого полевого. Не сработало. Лидер Суперлиги спокойно довел встречу до победы, забив и еще дважды. Сначала Марат Сафин поразил пустые ворота, а затем Иромал Набиев реализовал дабл-пенальти, когда в рамку вернулся новичков. 4-0. Вот уже 11 туров подряд. ПСК очков не теряет. ОМЗ команда для нас неудобная, но об этом все говорили. С ними всегда тяжело играть. Ребята бойцовскими качествами отличаются. Обучены тактически хорошо, поэтому всегда игры с ними очень тяжело складываются. И так что мы забили сегодня 4. Это, я считаю, хорошо. Главное, набрали очередные 3 очка. В принципе, мы продолжаем лизировать. Игра, несмотря на счет, потому что так закончили, но удалось очень тяжело. Даже соперник, скажем так, дал бой очень приличный. Выставил два раза в меньшинстве после двух удалений. И, в принципе, потом еще имел несколько моментов. Так что было очень непросто. Пока упсушение. Судейские решения, это судейские решения. Пусть они останутся для тех людей, которые ими занимаются, разбирают и занимаются темой судейства у нас в городе Ульянске. Мне просто хотелось сказать одно, что я благодарен своей команде, своим парням, которые в тяжелой ситуации. Мы и до игры уже имели кадровые проблемы. И в ходе игры они только усилились у нас. То есть ситуация осложнилась. То есть они доиграли эту игру до конца. Я считаю, достойно провели концовку первого и второй тайм. Не потеряли очков в 12-м туре и главные преследователи ПСК. Платон, погода в доме и Кристалл. Платон добился уверенной победы над сменой 5-1, хотя и пропустил первым от нападающего смены Андрея Русанцева. А погода также без проблем разобралась с Валентой Ул-Сити. 8-4. Примечательно, что гол форварда погоды Сергея Савичева, открывшего счет в этом матче, стал 500-м с начала чемпионата в Суперлиге. Еще более существенной оказалась разница в классе между Кристаллом и Элиной. 10-0 в пользу кристаллических. Самым результативным в их рядах стал Владислав Александрович. На его счету 4 гола. Наконец-то поживились очками футболисты Маймедиа, переигравшие промресурс. 7-3. Таким образом, после двух третей чемпионата турниру на таблицу по-прежнему возглавляют ПСК и Платон. Наверняка именно они и разыграют в итоге чемпионство. Такая же островая борьба предстоит и за бронзу, за которую бьются погода и кристалл. У МЗ в этот спор, скорее всего, уже не вмешается. И хотя участникам чемпионата еще играть по 6 матчей, на вылет из Суперлиги обречена Элина. По иронии судьбы, единственное очко команда приобрела в игре против ПСК, который затем одержал 11 побед подряд. Чтобы сыграть 13-й тур, командам Суперлиги предстоит недельная пауза. Много головной боли в эти ближайшие 7 дней будет у тренерского штаба УМЗ. Заводчанам надо придумать, как без Селезнева, Гаранина и Тулзарова сдержать натиск Платона. Задача со многими неизвестными. Найдут ли на нее ответ в тренерском штабе УМЗ, узнаем ровно через неделю после матчей 13-го игрового дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова